В детскую поликлинику номер один поступило уникальное оборудование для реабилитации. Да, Михаил, здравствуй, проходи, пожалуйста. Мы сегодня с тобой продолжаем наше занятие. Шестилетний Миша теперь в поликлинику приходит с удовольствием. Курсы по реабилитации проходят в игровой и приятной для ребенка форме. Это специальные наушники, где проходит костная проводимость, то есть здесь стоит специальный стимулятор, который раздражает сначала черепную кость и через черепную кость проходит по воздушной системе и попадает в уши. Здесь музыка Моцарта, музыка григорианских песнопений, марш и вальс. Музыка обработана специальными частотами и специальными цифровыми технологиями, то есть она специально обработана для того, чтобы именно стимулировать мозг. Музыкотерапия улучшает качество речи и эмоциональное состояние ребенка, а также учат его не только слушать, но и слышать, говорят медики. В другом кабинете детям показывают мультики. Причем, как долго продлится видеозапись, зависит от самого ребенка. Датчики прикрепили на мышцы спины, на заданные мышцы. И эти датчики считываются на экране, мы видим работу мышц. Если ребенок делает правильно упражнения, он смотрит мультфильм. Если неправильно, экран закрывается. Все очень просто. Тут разные программы, это же не только на мультике. Конечно, тут идет и вот такая вот игра. Это то же самое. А где что нужно делать? А здесь нужно делать упражнения. Тогда лисенок пойдет в горку. Если ребенок не делает упражнения, он, видите, тормозит, не может идти. Большая часть уникального оборудования находится в кабинете физиолечения. Наше отделение с 2018 года, 16 января, мы получили лицензию по программе реабилитации. В связи с этим, большое спасибо министерству здравоохранения, выделены деньги на оснащение новым оборудованием отделения. Это аппарат у нас идет ДНС. Это оборудование позволит разгрузить массажистов, говорят медики. Ведь в поликлинике номер один прикреплено порядка 30 тысяч детей. Первое, что мы для себя решили, это все-таки развитие медицинской реабилитации. Потому что дети, дети маленького возраста, это тот фундамент, который закладывается, его и психоэмоциональное, и физическое здоровье, и психическое здоровье, и дальнейшее, так скажем, его жизнь, его качество жизни, его здоровье. В Камчатском крае активно развивается система медицинской реабилитации. И если ранее, а 16-го года у нас всего 4 учреждения оказывали такую услугу, то в 2018 году уже 14 учреждений. Всего в первую детскую поликлинику поступило 12 видов высокотехнологического оборудования, которое раньше было только в частных клиниках. За один сеанс родителям приходилось платить до 3 тысяч рублей. Сейчас курсы реабилитации доступны в рамках бесплатного медицинского обслуживания. Деток много сейчас есть и недоношенных у нас. Эта методика будет, и мы внедрим на следующий год, для детей именно с ноля. Специально разработаны томатиз пояса, который одевается на новорожденных, и тоже идет воздействие на ребенка посредством вибрации. То есть, чтобы в дальнейшем ребенок мог говорить, ходить, петь, танцевать и так далее. То есть, все процессы активизируются у ребенка. Сейчас в поликлинике занимаются реабилитацией детей с неврологической и ортопедической патологиями. В перспективе планируется закупить новое оборудование для реабилитации детей с заболеваниями органов зрения и ДЦП. Лейсина Латыпова, Иван Родин, информационное агентство «Камчатка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова